Когда я учился, он нам преподавал тамилевскую литературу, между прочим. Да, да, да. И я очень ценю это и как-то вспоминаю. Он это делал не очень систематически, все время какие-то отвлечения, отвлечения исключительно интересные, едва ли не интереснее, чем то, что он излагал, потому что это его манера такая была, он сказал, ну так, когда он пришел, девочки-мальчики, он так любил говорить, значит, у меня к вам такая просьба, я спрошу ничего за мной не записывать, вот, и мы, значит, по глупости действительно мало записывали, вот у меня, хотя сохранились записи, все-таки его лекции я, конечно, записывал, но мог бы более подробно, вот, ну, так он считал, что вот, что запомните, то запомните, то и хорошо. Вот поэтому я вам скажу откровенно, что, честно говоря, вот именно о томильской литературе, значит, об его, так сказать, исполнении у меня сохранилось очень мало в памяти, вот. Вот, то есть, вот заслонила его фигура, так сказать, этот материал. Например, он, значит, рассуждал о литературе и в качестве примера там привел, значит, роман Горького «Мать». Он говорит, это, говорит, конечно, ужасный роман, но, говорит, там, говорит, есть интересная вещь, там хорошо показано, как человек, значит, сменил один стереотип на другой стереотип. Вот, говорит, буддизм, говорит, отказ, это отказ от всех стереотипов. Вот, ну, говорит, для этого нужна большая работа. К нему подошел студент какой-то и сказал, слушайте, говорит, мы современные люди, ну, говорит, кому нужен сейчас Платон, вот. На что Петегорский язык, как, говорит, мне нужен. И это уже, так сказать, достаточно. В эти годы как раз, в 60-е еще годы, ну, его называли так дело подписантов, это, в общем, часть интеллигенции, вот, подписывала, значит, письма куда-то в заграничной организации, ну, связанные там с свободой слова, там, прочее, прочее, прочее. Ну, и с ними расправились, вот, и Петегорского, потом Глазов, такой, который ему учитель языка был, его тоже выгнали из нашего института, вот. Пострадала Татьяна Яковлевна Елизаренкова, хотя она осталась в институте, но, в общем, там были какие-то репрессии. Ну, вот, так что, вот, и потом он понял, что, так сказать, его загнали в угол, в общем, поэтому он решил отправиться. Ну, так получилось, слава Богу, получилось, в общем, как-то спас себя, в общем, в известной мере. Вот, а тогда, кстати, было же страшное гонение на буддизм, вот, и он тоже, он попал под эту, так сказать, раздачу, так сказать. Вот, ну, антирелигиозное, там, видите, все такое, вот, и тогда же, в общем, разгромили некоторую, так сказать, собственно, буддологическую школу нашу. Ну, ее начали громить-то еще до войны, конечно, вот, но, потому что там были тоже очень крупные ученые, которые были арестованы, там, Вустриков такой был, очень известный человек. Ну, вот, значит, в те времена пострадал был такой, не знаю, слышали ли, такой Дондарон, он был бурят по национальности, значит, но он, значит, был и буддист, и буддолог. Вот так, такое редкое, в общем, сочетание, вот, и, так сказать, автор там целого ряда книг, и в то же время практикующий буддист, и так далее. Вот, так он вообще умер в тюрьме, вот, так что такие вот были времена. Вот, и хотя он приезжал, он же в Москву приезжал, и даже какие-то свою, значит, книжка была у него, презентация тоже была книжки под названием «Основы обсервационной философии». Вот, такое жуткое, значит, конечно, название, вот, но это идея, которая, вообще говоря, принадлежала, насколько я понимаю, Мамардашвили, это то, что философия – это есть процесс наблюдения за своим собственным мышлением, то есть, observing. Ну, вот, и вот они вместе, так сказать, эту идею разрабатывали, вот. Ну, саму книжку я, конечно, не читал, вот, но был на презентации, вот, он, значит, присутствовал, вот. Я к нему подошел, вот, вот, ну, он уже как-то, я даже не уверен, что он меня так, я хотя представился, да, но так хорошо помнил. Ну, это уже прошло сколько лет, там, после того, он уехал, я скажу, по-моему, в 72-м или 73-м году. Вот, вот, а вы знаете, что, кстати, ведь вышел сборник его статей, сейчас скажу, позапрошлым, кажется, году, вот, вот, одна есть такая дама философия, нет, кстати, она, кстати, о, она тоже, кстати, будолог, вот, Лысенко Виктория Георгиевна такая, вот, вот, но солидная, это уже сейчас так, она доктор, она, кстати, заведующий отделом восточной философии в институте философии сейчас, и вот она как раз несколько лет назад, у нее пришла в голову идея собрать статьи Пятигорского, которые, значит, разбросаны по разным, сейчас даже очень труднодоступным местам, ну, например, у нее были статьи в, в тартусских сборниках, так называемых, вот, и, в общем, она занялась этим, да, она, когда мне звонила, значит, она знала, что я у нее занимался, так сказать, она говорит, а вы не, там, не расскажете вот этой, вот, там, тмилистической, так сказать, деятельности, вот, я говорю, я говорю, могу, так сказать, конечно, но, я говорю, мне кажется, что можно вообще расширить репертуар, и у нее, говорю, есть, хоть немного, но у нее есть, там, пара статей на тамильскую тему, на тамилистическую, говорю, вот, и, вот, и, тоже, говорю, в таких труднодоступных местах, говорю, давайте включим, вот, и она, значит, согласилась, и, поэтому, значит, вот, еще и, там, не только будут логические статьи, но, вот, и статьи, там, две, по-моему, да, две статьи, все-таки, да, вот, тему тамилистской литературы. Могу вспомнить, потому что он нам рассказывал историю о том, как, значит, ну, это были еще годы, когда они были молодыми, вместе с Бонгард Левиным были от института посланы в Среднюю Азию, с какого-то камня, значит, буддийскую надпись на шрифтом Корошский скопировать, ну, в общем, они там это все сделали быстро и возвращались на какой-то полуторке, значит, уже под вечер до какого-то районного центра им надо было доехать, вот, они страшно устали, им хотелось есть, вот, они говорят шоферу, давайте вот остановимся, здесь есть место, даже небольшая гостиница, переночуем, утром поедем дальше, а шофер, говорит, был упрям, нет, говорит, мне надо ехать, мы нигде останавливаться не будем, вот, они сидят в кузове, но с вдвоем трясутся, вот, и тогда кто-то из них, вот, не знаю, кто, говорит, слушай, давай мантру прочтем, они сосредоточились и, значит, и, ну, как, ом-мани-пад-мэ-гум, конечно, вот, и полуторка тут же остановилась, значит, недалеко от харчевни, вот, шофер, значит, чертыхаясь, вылез, я же не знаю, там, на каком языке он чертыхался, но, в общем, он пытался завести машину, вот, и вынужден был признать, что до утра они уже не поедут, а этого-то им и было надо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok